Пережить кризис саратовским предприятием помогут меры господдержки. На территории области приступили к реализации программы, направленной на сохранение рабочих мест. Из федерального бюджета на эти цели выделили 56,5 миллионов рублей. Еще 3 миллиона добавит региональная казна. О том, как именно программа позволит рабочим предприятиям сохранить места, расскажет Елена Петрова. Проводим замену лампы. Юфтируем ее в данный момент. В новой ипостасе наладчиков электрооборудования команда Александра и Андрея чувствуют себя комфортно. Еще недавно они занимались сборкой и испытанием квантовых приборов. Теперь живут по новому графику. Трое суток работают по основной специальности, два дня учатся ремонтировать оборудование. Нужда заставляет, поэтому стараюсь вникнуть в каждую деталь данной профессии. Обучаюсь я на наладчика-ремотника электрооборудования. Много нового, разные системы, новые механизмы. Школа кадров на базе предприятия РЕФ «Оптоэлектроника» открылась недавно. Из-за кризиса заказов стало в два раза меньше, и руководство задумалось о том, как сохранить рабочие места и не переходить на режим неполной занятости. На помощь пришла новая госпрограмма. На выделенные деньги здесь организовали переобучение сотрудников на смежные специальности. Зарплата осталась на прежнем уровне, сокращать никого не пришлось. К тому же предприятие получает двух специалистов в одном лице. Обучение, конечно, сложное, ведь специфика специальностей абсолютно противоположная. Сборщик квантовых приборов, как правило, у них работа идет под микроскопом. Они занимаются сборкой, они на гибридную интегральную схему приклеивают навесные элементы, разваривают кристаллы. Все это очень скрупулезная и трудоемкая работа. Девочки сидят все восемь часов под микроскопом. Сборщики переучиваются на испытателей. Здесь работа совершенно другая. Нужно не собирать мелкие механизмы, а испытывать их на высокотехнологичном оборудовании. Для остальных сотрудников предприятия тоже нашли занятия. Работников конструкторского бюро отправили оцифровывать архив, а ремонтные бригады занялись наладкой оборудования. Мы можем часть оборудования вывести в ремонт и провести капитальный ремонт и модернизацию оборудования, с тем, чтобы было оно более высокой производительности и более автоматизировано. Чтобы, опять же, могли увеличенный объем работ выполнить в короткие сроки. Сотрудники понимают, мера временная и вынужденная. Главное, сохранили работу и зарплату. Уже в следующем году здесь планируют вернуться к прежнему ритму. Есть предварительный заказ, который позволит поднять объем производства и работать по обычной схеме. Реф-оптоэлектроника – это первое предприятие, на котором приступили к реализации программы по поддержке занятости. Помимо него, деньги на развитие производства и выплаты сотрудникам получат еще шесть предприятий Саратовской области.